Всем привет! Добро пожаловать на мой творческий канал! Меня зовут Алина и в этом видео я хочу показать, как сделать орешки с гофрированной бумаги. Такие замечательные орешки смогут украсить любой осенний букет. Все размеры заготовок указаны на экране. Я возьму два зеленых оттенка. Первый цвет это 611, а второй я к сожалению не знаю. Фольгу скатываю в шарик. Размер орешка вы сможете подобрать под свой букет. Также можно использовать шоколадный конфет или карамель, если вы делаете вкусный подарок. Ну вот такой шарик у меня получился. Я делаю орешки совсем небольшие. Длинную заготовку я скручиваю в середине и складываю концы вместе. Далее растягиваю бумагу. Первая часть орешка готова. Мне понадобится еще одна. Если у вас орешек совсем большой, то можно подобрать заготовки большего размера или использовать три детали. Край зеленой заготовки нарезаю на маленькие части. Так мне будет легче ориентироваться, когда я буду вырезать небольшие листики. Переворачиваю заготовку и вырезаю небольшие листочки. Делаю насечки, чтобы получилась такая мелкая травка. Я не знаю, как это объяснить, но думаю, вы поняли. Проделываю так по всей длине заготовки. Можно листочки вырезать и побольше, если вам хочется. Но я подумала, что маленькие будут смотреться лучше. Вот такая заготовка у меня получилась. Растягиваю по всей длине, а также не забываю растянуть листики. Вставляю проволоку в шарик из фольги. А если вы используете конфетку, то не забудьте ее зафиксировать на шпажке или проволоке. Прикладываю первую часть заготовки и фиксирую с помощью ниток. Если вы используете фольгу так же, как и я, и вы боитесь, что ее будет видно, то просто закройте фольгу бумагой. Далее закрываю второй частью. Также все фиксирую нитками. Можно воспользоваться и горячим клеем. А если вы используете конфетку и хотите, чтобы она была видна, то просто ставьте небольшое пространство. Девочки, подписывайтесь на мой инстаграм, кто это еще не сделал. Там я чаще с вами общаюсь, а также выкладываю различные фото и видео. Ссылку я оставлю в описании. Срезаю все лишнюю бумагу снизу. Оборачиваю орешек зеленью, так, чтобы она распределилась полностью. Можно где-то подрастянуть бумагу. Основание фиксирую с помощью ниток. Также подрезаю всю лишнюю бумагу снизу. Так как цвет бумаги меня не совсем устраивает, то я решила подкрасть орешек коричневым цветом. Многие спрашивают, чем я тонирую свои работы. Я использую художественную пастель, а иногда акварель, так как у них разная палитра цветов. Если вас устраивает цвет вашего орешка, конечно, вы можете пропустить этот этап. Также его можно сделать фантазийным цветом, красным, фиолетовым или тем оттенком, который подходит к вашему букету. Ну вот такой орешек у меня получился. Думаю, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. У меня очень много полезных видео. До новых встреч! Всем пока-пока! Увидимся в новых видео!